В неделе после премьеры сезона вышел второй эпизод «Сочувствующего». Идеальный способ продвинуться от вступления к шоу запечатлен в этом эпизоде. Задвигаемся на два месяца после падения Сайгона. Капитана приходится иметь дело с неадекватными генералами, которые считают, что шпион среди их войск. Кроме того, его друг Бонд испытывает боль, но окажется, что оба этих вопроса можно решить одним и тем же способом. Так что давайте перейдем к этому эпизоду и разберем все, что из него можно было получить. Это второй эпизод «Сочувствующего» — объяснение концовки. Только чтобы вы знали, в этом видео будут спойлеры. Эпизод начался с напоминания о том, что капитана содержат под стражей в тюрьме в настоящее время, и ему приходится передавать всю информацию об операции под прикрытием, которую он проводит, будучи шпионом Севера. Ему поручено вернуться в Штаты. Во время падения Сайгона он следил за генералом, чтобы сообщить, если у генерала был шанс разработать план ответного удара. Это была его единственная цель. Но, учитывая, что его держат в камере, похоже, что в ходе истории он скажет нам, что что-то пойдет очень плохо, и, возможно, любовь к Америке, о которой упомянул человек, может изменить его и его преданность. Первый эпизод был хорошо построен. Мы вернулись на аэродром в ту ночь, когда Бонд потерял жену и новорожденного, когда он и капитан бежали на самолет, летевший в Америку. В этой сцене показан капитан, который ехал на авто по шоссе. Будто бы это было давно. В машине, пропитанной тоской и травмой, Бонд не мог справиться со смертью семьи, начавшей жизнь вместе. Настроение и атмосфера контрастных сцен были неизбежны при просмотре. Кровь с жены Бонда, когда он трепетно нес ее, были зловещими кадрами. Затем вдали при закрытии двери самолета на земле, которую считали домом, охваченным пламенем, совпадающим с открывающимся крышей кабриолета при прибытии на гигантский открытый пейзаж американской пустыни, который должен был символизировать свободу из-за имевшейся безопасности. Казалось, начнется новая глава жизни, но это было не так. Многие не хотели быть там, потому что покидали свои дома, где хотели остаться. Эту новую землю и культуру они просто не были готовы встретить. Я думал, что начало этого эпизода задало тон и настроение для остального. Сразу после основы сюжета эпизода быстро уложились. Генерал уверен, что среди пассажиров самолета был шпион. Он так чувствовал, когда многие отвернулись от него в Форт Чаффе, Арканзас. Он чувствовал, что его подрывают, и люди замышляют против него. Он также думал, что это продолжается и позже в эпизоде, поскольку на стене его винного магазина было написано «Мясник». Это было отсылкой к моменту, когда генерал убил убийцу на улице. Можно было сказать, что капитан сначала был не слишком обеспокоен, но со временем ставки возросли. С генералом, уверенным, что есть шпион, дошло до того, что он подставил майора Хуана и обвинил его в шпионаже. Мы впервые увидели его у дома генерала, когда передал закуску жене генерала, упоминая, что в тайной полиции всегда чувствовалось, что что-то плохое случится. Он, скорее всего, будет обвинен в шпионаже. Генерал и Клод думали, это мог быть майор. Доступ к вьетнамским закускам подтверждал это. Недоступны в США. Генерал настаивал, чтобы капитан убил его и разобрался с ним. Так проблема уйдет. Был напряженный момент, когда имя капитана упоминали, говоря о подозреваемом шпионе. Был только смех и неуверенность, но это показало, что в игре капитана есть слабость. Хоть он и под прикрытием, но не всех убедил. Вспомним, когда он был с профессором и встретил Софью на ужине. Она сказала, что видит насквозь его игру, будучи хорошим студентом профессора. Это значило больше, чем подразумевалось изначально. Поэтому подозрения к нему обязательно увеличатся. Горе Бона было основой эпизода. Достигла апогея в конце. Была крайне эмоциональная сцена, где он был потерянным. Он не принимал душ, не ел, просто существовал. Мы видели, как он прижимает кулак к голове. Сцена, где жена и ребенок закрывали гроб, а он под ритм гвоздей бил себя по голове. Зволнован. Можно было почувствовать боль, которая охватила всех. Несмотря на то, что капитан казался искренне огорченным смертью жены и ребенка Бона, психическое состояние Бона было чем-то, чем он решил воспользоваться. В конечной сцене капитан открыл Бону, что майора считают шпионом, и как в кодированных письмах, которые он отправлял, он спросил Бона, следует ли ему убить его. Когда было упомянуто о шпионе, Бон резко изменился. Он произнес. «Теперь вот с этим я могу вам помочь». Это выражает глубокую ненависть Бона ко всем, кто стоял на стороне Севера, людям, которых он считает ответственными за смерть его жены и ребенка. Это была возможность для Бона выпустить всю накопленную в нем злость и гнев за то, что произошло с его семьей. Беда наступает на пятки майору, но думаю, что проблемы не закончатся, когда капитан и Бон покинут эти места. Беда будет преследовать их. Это точно. Вероятно, капитан не мог сделать это сам. Мы видели, как он спрашивал у человека. Нужно ли ему это делать, используя гарибона? Это говорит о капитане как о человеке. Убивал ли капитан раньше? Ну, это то, что мы точно не знаем. На интервью с капитаном были интересные вопросы и заявления. Интервьюер спросил, чувствует ли он поддержку активистов в Америке. Он сказал, что американцы поддерживают вьетнамцев, на что капитан спросил, каких, севера или юга? Интервьюер ответил, всех. Капитан ответил, думаю, мы все выглядим одинаково, верно? Это был момент, когда начал показывать другую точку зрения на войну. Интервьюера наивность и невозмутимость были интересны. Но во время интервью капитану задали смелый вопрос. Вы кого-нибудь убивали? А затем голова интервьюера превратилась в яйцо, и мы увидели сцену, напоминающую пациента или заключенного, едащего яйцо. Эта часть истории не была раскрыта, трудно сказать, что произошло, но кажется, что у капитана может быть кровь на руках. Ну, не голыми руками, как он сказал. Этот эпизод показал полное пренебрежение и отсутствие сдержанности при обсуждении расистских замечаний, поведения и обстановки 70-х. Когда капитан был в магазине, там были две грубые продавщицы. Профессор Хаммер вел себя неприемлемо, и казалось, что он хотел использовать культуру в свою пользу, и называл капитана полукровкой и заставлял перечислять его восточные и западные качества. Публика на его приеме. Как будто это было развлечением, сериал продолжил тему в этой серии. Давая еще одну причину, беженцы могли чувствовать трудности в строительстве нового дома. Когда окружение было таким? В моем отзыве я сказал, что это хороший эпизод. С точки зрения стиля он просто великолепен. Использование переходов, обдумывание, использование определенных цветов, музыка, повторяющиеся мотивы при показе сцен из прошлого и актерская игра – все это великолепно дополняет друг друга и напоминает Пак Чхан Ука. История этого сериала совмещает познанию и развлечения, хороший темп позволяет сериалу иметь естественный ритм, несмотря на то, что он переносит нас через разные временные периоды и показывает историю в прошлом и настоящем. Три персонажа, которые сейчас впечатляют меня – Капитан, Генерал и Бон. Все актеры играют просто невероятно, их образы полностью убедительны. Также считаю, что Дауни-младший отлично справляется. Его роль профессора сильно отличалась от Клода. Но то, что делает сериал захватывающим для меня, его остро-сюжетность и внутренний конфликт Капитана. Я правда не знаю, что будет дальше и что случится с Лэндоном в камере, но мне это интересно. Вот и все. Обсуждение второго эпизода Сочувствующего. Объяснение финала. Как всегда, спасибо за просмотр. До следующего выпуска. Где? hesitка? Еще. а